Ни для кого не секрет, что действовавшая на протяжении многих лет система, при которой не учитывались местоположения качества жилья, она явно устарела. И сегодня переход к расчету налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости идет достаточно быстрыми темпами. С прошлого года новую систему ввели уже 28 субъектов Федерации, в нынешнем году к ним присоединился еще 21 регион. Налог на имущество организации на основе кадастровой стоимости заработал еще раньше, с 2014 года. При этом надо четко осознавать, что осуществляемый сейчас переход несет в себе не только фискальную, но и в первую очередь социальную функцию. На законодательном уровне за субъектами Федерации закреплено право варьировать ставки налога на имущество для юридических и физических лиц в пределах установленных значений. И, к сожалению, многие сразу, что называется, выжали педаль газа до упора, установили ставки на максимально допустимом уровне. Пока мы можем говорить только о предварительных результатах, но ряд проблем уже четко проявляется. Самая, на мой взгляд, главная непрозрачность и субъективность определения кадастровой стоимости объекта, что, мягко сказать, вызывает недовольство, справедливое недовольство людей. Задача федеральных и региональных органов власти исключить такие ошибки, чтобы, как подчеркнул президент России Владимир Путин, переход на кадастровую стоимость был понятным, ясным, прозрачным, и чтобы он не отражался негативным образом на гражданах на физических лицах. В прошлом году Федеральное собрание приняло ряд правовых актов, направленных на совершенствование системы кадастровой оценки. Это, например, закон, которым утверждены новые требования к профессиональной деятельности в этой сфере, введено обязательное членство кадастровых инженеров в саморегулируемых организациях, установлен порядок досудебного обжалования решений о приостановлении кадастрового учета, а также принят закон об уголовной и административной ответственности за внесение недостоверных сведений в техническую и проектную документацию. Теперь крайне важно обеспечить применение четкой и понятной методики определения кадастровой стоимости объектов и организовать надежный государственный контроль за деятельностью оценщиков. Необходимо повышать качество услуг по кадастровому учету и государственной регистрации права, стимулировать развитие системы оказания этих услуг по принципу одного окна, а также подумать о введении единой учетно-регистрационной процедуры. Теперь несколько слов по второму вопросу повестки. В настоящее время у нас около 50% всех многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. Решить эту масштабную задачу исключительно усилиями государства едва ли возможно. Была проделана значительная законодательная и организационная работа по созданию нового порядка организации и финансирования капитального ремонта, вовлечения в него и самих граждан. Практически во всех регионах сформирована собственная нормативная правовая база, созданы региональные операторы, приняты программы капитального ремонта, растет сбор взносов собственников помещений. Средний уровень собираемости по стране достигает почти 80%. В общей сложности за два года граждане внесли на капремонт более 50 миллиардов рублей. В результате было отремонтировано свыше 20 тысяч жилых домов, более 4,5 миллионов граждан улучшили условия проживания. Конечно, не во всех субъектах Федерации благополучно обстоят дела со сбором взносов. Названные 80% – это, как принято говорить, средняя температура по больнице. Ставки платежей определяются самими регионами и очень существенно варьируются. Проявлять гибкость и корректировать ставки в зависимости от складывающейся социально-экономической ситуации, безусловно, надо. Но все же и на федеральном уровне надо обеспечить контроль за обоснованностью минимального размера. Одним из способов решения финансовых вопросов в сфере ЖКХ может стать применение механизмов кредитования капитального ремонта. Однако с внедрением таких механизмов возникают и риски появления новых должников. А стало быть, мы должны четко понимать, что с этим делаем. При этом очевидно, что такие кредиты должны воздаваться на льготных условиях. Государство в лице федеральных и региональных органов власти должно субсидировать проценты по ним для решения острейшей социальной задачи приведения жилых домов в надлежащее состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok